МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Достижения, проблемные вопросы и перспективы развития. Председатель облсполкома Геннадий Соловей посетил открытое акционерное общество Гомель ОблАвтотранс. Молочные реки. Совхоз комбинат «Заря» Мозырского района вошел в число лучших сельхозпредприятий Беларуси по надоям молока. Безопасность в приоритете. Новый закон об охране труда – тема воскресного интервью. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Оптимизация пассажирских и грузовых перевозок, восстановление последнего зарегистрированного в Беларуси автобуса «Икарус» и предложение от коллектива. Председатель облсполкома Геннадий Соловей на этой неделе посетил открытое акционерное общество Гомель ОблАвтотранс. Вместе с главой региона по территории предприятия прошли и наши корреспонденты. Какое значение для Гомельской области имеет предприятие «Гомель ОблАвтотранс» можно судить по такой цифре. Протяженность его маршрутной сети превышает 40 тысяч километров. Именно столько составляет длина экватора. Хотя во время посещения акционерного общества председателем облсполкома речь не столько о достижениях, сколько о перспективах дальнейшего развития. Сегодня предприятие работает в условиях сильной конкуренции, что заставляет искать новые подходы к созданию для пассажиров более комфортных условий. Для себя ставим задачу внедрения информационных технологий на пассажирском транспорте. С февраля месяца начинается пилотный проект по оплате проезда с помощью смартфонов. Также мы ставим перед собой задачу продолжать обновлять подвижной состав. Как грузовые, так и пассажирские автобусы. Парк автобусов действительно нужно обновлять. Почти половина машин имеет срок эксплуатации свыше 10 лет. В прошлом году за счет бюджетных и спонсорских средств в Гомель облавтотрансе приобрели 63 автобуса. Однако этого явно недостаточно. В конце концов, речь идет о безопасности. Есть здесь и еще один нюанс. Новые машины нужны и для оказания туристических услуг. В конце прошлого года предприятие открыло маршрут в расположенную в Национальном парке Припятский резиденцию Деда Мороза. Председатель облсполкома Геннадий Соловей дает еще одно поручение. Разработать так называемые патриотические маршруты. На Гомельщине много знаковых мест, связанных с Великой Отечественной. Это Красный Берег. Сейчас будет создаваться, и мы обратились к всем нашим организациям по Минеральному комплексу в Осетлогорском районе Алла. Это и Багратион, это на сегодняшний день Лоевский район, да и другие районы. И в продолжении туристической темы. Сейчас в первом автобусном парке началась реконструкция автобуса «Икарус». В Беларуси машин такого класса больше не осталось. С просьбой сохранить автобус в прошлом году к руководству предприятия обратились гомельчане. На линию «Икарус», конечно, не выйдет, но работать будет. Станет обслуживать экскурсионные маршруты. Кстати, несмотря на 30-летний возраст и пробег более чем в 2 миллиона километров, в целом автобус сохранился неплохо. Двигатель, коробка, мосты, все исправно, все на ходу. Переварим кузов, и он пойдет опять в эксплуатацию. Посещение председателем облсполкома автотранспортного предприятия завершается встречей с коллективом. Геннадий Соловей подчеркивает, сегодня необходимо проводить оптимизацию пассажирских перевозок. И эта встреча – возможность услышать мнение специалистов. Полупустые автобусы в дневное время, низкая окупаемость перевозок, отсутствие единого оператора услуг. Здесь действительно есть над чем работать. Автобус, троллейбус идет на 30% загруженный, но потом только время пика, они все наполнены. Для того, чтобы не создавать конкуренции, должен быть один оператор. Пускай грузоперевозчик, пускай заказчик будет в лице, или это будет какая-то определенная компания в городе. Поэтому мы над этим работаем. И я думаю, в течение этого года мы решим вопрос. Для того, чтобы оптимизировать, потому что горэлектротранспорт, только 59% компенсируется населением, возмешается затрат. Сегодня автобусным парком где-то под 70%, хотя наша садится задача уже подойти к 90%. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Евгений Макенко. Новости недели. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Лучших спортсменов в Гомельской области чествовали в Гомельском облсполкоме. Заслуженные награды вручили атлетам региона, которые в прошлом году завоевали медали на международных стартах. А таковых у нас 167. 46 золотых, 54 серебряные и 67 бронзовых медалей. Награды вручили и тренерам, подготовившим триумфаторов, а также спортсменам, которым назначены стипендии облсполкома. В этом году их будут получать 149 спортсменов региона. Нынешний год олимпийский, и у Гомельщина уже есть 11 лицензий на игры в Токио. Впереди еще ряд лицензионных турниров. В Гомельской области снизилась тяжкая и рецидивная преступность. По информации, озвученной на итоговой коллегии прокуратуры, в 2019 году в регионе было совершено меньше убийств, грабежей, угона в авто и краж. Снизилось и число преступлений среди ранее судимых лиц на 8%. Вместе с тем, общее количество зарегистрированных в области преступлений увеличилось на 17,5%. Стало больше преступлений в общественных местах, из которых каждое третье – хулиганство. В определенной степени рост обусловлен и активизацией киберпреступников. В Гомеле подвели итоги работы главного управления землеустройства облсполкома за минувший год и уточнили задачи на 2020. В прошлом году в оборот вовлечено почти 14 тысяч гектаров потенциально плодородных земель, в том числе около 10 тысяч сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, примерно каждый третий гектар, который может приносить прибыль, требует значительных капитальных вложений. Где-то необходимо сначала снести постройки, где-то деревья. Еще одна проблема связана с самими участками. Некоторые из них настолько маленькие, что сельскохозяйственная техника здесь просто не пройдет, а заниматься лесопосадками нерационально. Что касается населения, то в прошлом году с аукционов реализовано свыше 200 земельных участков, что позволило пополнить бюджет более чем на 3 миллиона рублей. В банке данных насчитывается около 5 тысяч участков, при том, что в очереди на индивидуальное жилищное строительство находится 2200 человек. Среди озвученных задач на этот год – государственный контроль за охраной и использованием земель, а также наведение порядка на них. В первую очередь это касается животноводческих объектов и прилегающих к ним территорий. На заседании Президиума Гомельского областного объединения профсоюзов подвели итоги деятельности за прошлый год. В 2019-м в области создано 235 профсоюзных первичек, что почти на четверть больше, чем в 2018-м. Их членами стали почти 1800 человек. Что касается работы по защите прав трудящихся, то за прошлый год в профсоюз поступило 120 обращений граждан, более 35% из которых уже решены. Люди получили недоначисленные деньги, продлили действия контрактов и уладили другие спорные вопросы с нанимателями. В некоторых случаях получили полную правовую помощь под ключ – от грамотного обращения до судебного заседания, после которого возвращались на свои посты и продолжали трудовую деятельность. Так, за 2019 год правовые инспекторы восстановили на рабочем месте 15 человек и помогли вернуть 297 тысяч незаконно удержанных рублей. В Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома озвучили нынешние планы по снижению уровня безработицы. Значительное внимание будет уделяться обучению новым профессиям и помощи в открытии собственного предпринимательского дела. Сегодня в Гомеле на официальном учете находится 326 безработных. Это самая низкая численность за последние 30 лет. Вместе с тем, это не значит, что можно успокоиться. 30 января на переобучение направили первую в этом году группу безработных из 12 человек. Кроме того, в последнее время все более значительное количество безработных начинает заниматься предпринимательской и ремесленнической деятельностью. В прошлом году соответствующий курс в Гомеле прошли около 70 человек. Профилактическое мероприятие «Беспрепятственный проезд» проходит в регионе. Во время месячника пристальное внимание инспекторы ГАИ уделят Гомелю и крупным райцентрам, где особенно актуален вопрос парковки. Мероприятие направлено на профилактику нарушений ПДДФ, в частности, правил остановки и стоянки авто во дворах, а также возле объектов нежилого сектора. Припаркованные не по правилам машины создают препятствия для движения и работы транспорта, оперативного назначения, скорой помощи, пожарных, коммунальных служб. В течение месяца инспекторы обследуют дворы многоэтажной застройки, территории торговых и промышленных зон. ГАИ напоминает, за игнорирование требований правил остановки и стоянки предусмотрена административная ответственность, предупреждение или штраф в размере одной базовой величины. При повторном нарушении двух автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. По итогам прошлого года совхоз «Комбинат Заря» Мозырского района вошел в топ-9 лучших сельскохозяйственных предприятий Беларуси по надоям молока. Всего в стране два хозяйства показали результат в 11 тысяч литров на корову и 7 по 10 тысяч. Именно такого показателя и достигли мазыряне. Развитию животноводства в Гомельской области сегодня вообще уделяется повышенное внимание. В продолжении темы материал наших корреспондентов. На это областное совещание по развитию животноводства пригласили не только руководителей хозяйств, но и специалистов. Повышенное внимание к отрасли объясняется просто. Сегодня производство молока – самое рентабельное производство. В такой ситуации прошлогоднее снижение надоев почти на 6% действительно требует детального анализа и выработки мер по улучшению показателей. С приростом в 2018 сработали только 4 района. Мы живем каждый день за молоко. Молоко – это и заработная плата в первую очередь. Молоко – это и погашение задолженности за энергоносителей. Это и обслуживание кредитного портфеля. И самое главное – это оборотка, которая необходима для развития предприятия. Новый молочно-товарный комплекс в госпредприятии «Экспериментальная база Криничная» Мозырского района открыли несколько дней назад. Для региона это не просто сдача еще одного объекта, а показатели реального развития отрасли. На торжественном открытии присутствует вице-премьер Владимир Дворник. Бывший глава района и области проводит параллели. В 90-х годах молочные продукты в Беларуси приобретали по карточкам, а сегодня почти 60% молочки поставляется на экспорт. Приятно сегодня отметить, что у МИРы, Республика Беларусь, по экспорту молочной продукции занимает четвертое место. МИРы, уважаемые коллеги. Поэтому это говорит о многом. Ну и в плане экономики тоже хочется сказать, что в сельскохозяйственном производстве самая высокая рентабельность на производстве молока. Государственное предприятие «Заря» – производство многопрофильное. Почти половина продукции приходится на свиноводство, плюс птицеводство и животноводство. При современных закупочных ценах полученное молоком – один из главных источников дохода. В хозяйстве сохранился фильм 1989 года, где работники говорят о желании выйти на уровень, надоев в 5000 литров. Потом, правда, был развал Советского Союза и значительные собственные проблемы. Однако выстояли и в прошлом году получили более 10 тысяч, что позволило значительно улучшить экономику. Молоко у нас занимает порядка 12-15% в объеме производства продукции. Выручка от молока в месяц составляет свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Себестоимость молока сложилась на уровне 50 копеек. Рентабельность молока свыше 50%. Безоговорочное выполнение всех технологических требований в совхозе-комбинате «Заря» – закон. Иначе о высоких результатах даже и мечтать не стоит. Еще одна составляющая успеха – наличие команды профессионалов. Здесь каждый не просто является специалистом, но и несет персональную ответственность за свой участок. Работа организована так, что с 5 утра, то есть с начала дойки, до 24.00 находится по-любому какой-то специалист на ферме. Так организована работа. Потому что мало ли, есть разные непредвиденные обстоятельства, чтобы скоординировать работу, не было сбоев. По итогам прошлого года воловой надой молока по сравнению с 2018 в Мазырском районе увеличился на 10%. Это самый высокий показатель среди регионов области. Средний удой от коровы составил около 7,5 тысяч литров, почти на 3 тысячи больше среднеобластного показателя. По этой позиции мазыряне также лидеры, хотя останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Надоев в 10 тысяч остальные хозяйства района в ближайшее время, вероятно, не достигнут. Но сегодняшние показатели в райисполкоме обещают улучшить. Коллективы, во-первых, стабильные, которые сегодня у нас присутствуют на животноводческих объектах. Плюс кормовая база, которая с каждым годом улучшается. Ну и использование, конечно, витаминных добавок и энергетических добавок. Это и генетическое состояние нашего стада. Поэтому поэтапно по 200-300 килограмм в год мы за 4 года, я думаю, должны превысить уже планку 8 тысяч с половиной. Олег Сенчуров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости неделя. Охрана труда. Тема не новая, но по-прежнему актуальная. Статистика травматизма на рабочих местах этому подтверждение. Влиять на ситуацию стараются все. От предприятий и организаций до законодателей. Так в июне 2020-го вступает в силу новый закон об охране труда. Что нужно знать работодателям и их сотрудникам? В новеллах обновленного закона поможет сориентироваться главный технический инспектор труда областного объединения профсоюзов Анатолий Лапуть. В конце июня вступает в силу новый закон об охране труда. Какие новеллы могут быть наиболее интересны зрителям? Буквально тезис нам. Анатолий Николаевич, обозначите. Ну, первое, то, что введены две новых статьи. Это вопросы охраны труда надомных работников и домашних работников. Это новое. Как понимать надомный труд и домашний труд? В чем отличие? Ну, надомный труд, когда наниматель берет работника и разрешает ему работать на дому. На оборудовании или своем, или нанимателем. Соответственно, безопасные условия труда, оговоренные обязанности как нанимателя, так и работника. И, естественно, они работники, застрахованные от несчастных случаев тоже на производстве. В обязательном порядке нанимателем. В обязательном порядке. Ранее этого не было? Ну, раньше вообще это понятие, так сказать, было очень размыто. А домашний работник, когда гражданин, любой, вы или я, к примеру, через договор вступает в трудовые отношения с работником, который, ну, к примеру, будет работать няней. Вот. И тоже он будет платить обязательное страхование этого работника, тоже будет нести ответственность определенную. И сам этот работник, эта няня должна тоже выполнять требования охраны труда. Ну, и если, не дай бог, несчастный случай произойдет, все эти работники будут защищены обязательным страхованием и имеют право через своего представителя участвовать в расследовании. То есть тема эта, в общем-то, уже прописана. Следующий ряд, конечно, изменений и дополнений. Приняты это, что касается обязательного оплаты всех медосмотров нанимателем. Раньше часто это вопросы были, да. Раньше это вопросы были, да. Жаловались люди на то, что не всегда компенсировали. А сейчас работник, если будет устраиваться на работу, даже если он из своих средств заплатит за медосмотр, при приеме на работу представят соответствующие документы, наниматель компенсирует. Момент, конечно, есть то, что если, а вдруг его не возьмут на работу, если медики запретят ему работать по этой специальности, конечно, наниматель не будет компенсировать. Это понятно. Что касается чисто нас, профсоюзов, интересно, 42-я статья посвящена общественному контролю. Естественно, там прописаны вопросы контроля профсоюзами, осуществления контрольных проверок, мониторингов. Но есть момент, когда в старой редакции, если профсоюз отсутствует, то общественный контроль может осуществлять уполномоченное по охране труда работников. То это в новой редакции закона нет. Ну, теперь, в общем-то, естественно, это своего рода и мотивация профсоюзного членства. То есть, если есть профсоюз, есть орган от лица работников, который будет осуществлять общественный контроль и, естественно, будет защищать права этого работника. Это вот новое. Что касается дальнейшем, конечно, порядка около 50 поднормативных актов до июня месяца будет скорректированы. Что-то будет отменено, что-то откорректировано в соответствии с законом об охране труда. Вообще, как понимаю, предстоит серьезная разъяснительная работа. Новый закон об охране труда. Новый трудовой кодекс. Готовы ли к этому вы и ваши коллеги? Конечно, сегодня, в принципе, мы будем проводить ряд всевозможных семинаров. И государственная инспекция труда будет участвовать, и наши коллеги, и мы, в общем-то. И будет разъяснение на всех уровнях применительно этого закона и всех, которые будут приняты в соответствии с поручением новых нормативных правовых актов. Охрана труда – тема не новая, но по-прежнему важная и актуальная. И статистика этому подтверждения. Около 20 жизней в год уносит производственный травматизм в среднем в регионе. Около сотни людей получают тяжелые травмы на рабочем месте. Какие болевые точки вы бы выделили, актуальные для некоторых предприятий Гомельщина? Ну, если посмотреть, опять же, анализ травматизма, который произошел в прошлом году, мы видим, что продолжает нарушение требований охраны труда, инструкции по охране труда самими работниками. Второй момент – то, что не все должностные лица, особенно среднее звено, которое непосредственно обеспечивает безопасные условия труда на рабочем месте, выполняет свои обязанности. Охромает система контроля. Сегодня мы на ряде предприятий видим даже, ну, немного, в городе Гомеле на районе больше бывает, это когда вообще наниматель забывает о контроле должностными лицами. Ну, естественно, еще один момент, опять же, говоря о профсоюзах, то, что сегодня наниматель должен обеспечить свою инструкцию по контролю, в которой он сам же прописал, что в ней, в контроле участвуют общественные инспекторы. Со своей стороны мы избрали общественных инспекторов. На каждом предприятии. На каждом предприятии практически около каждого мастера есть общественный инспектор. Это своего рода помощник его. Отвернулся мастер, свои дела делает где-то, чего-то, а общественный инспектор, он рядом с людьми. Его основная задача самому не нарушать и останавливать коллегу. Вот этот момент, на котором мы сейчас будем работать. Ну, и еще момент, какой сегодня, в общем-то, есть необходимость все-таки, чтобы сам руководитель, каждый понял, что охрана труда – это основное, не только производственный план. Мы встречаем случаи, когда виновное лицо бывает даже, если руководитель не обеспечил условия, не организовал сам руководитель. Правда, это не в Гомеле, а вот на несчастных случаях в других регионах. Это основное. И ответственность руководителя, и все-таки внимательное отношение личное к безопасности своей и коллег. Люди должны помнить, что никто за них не будет делать то, что они должны делать. То есть человек должен сам себя беречь. Действительно, повод для того, чтобы задуматься для каждого из нас. Спасибо за это интервью и успехов в делах. Спасибо. На этой неделе в Белтелерадио-компании прошел национальный отбор на конкурс «Евровидение-2020». Из 49 претендентов жюри выбрало 12. Среди них 9 солисток, 1 вокалист, дуэт и трио. Кто поедет представлять Беларусь на конкурсе в Роттердаме, узнаем 28 февраля в прямом эфире финального шоу. Кстати, в 2016 году от нашей страны на «Евровидение» выступал гомельчанин Александр Иванов, известный под псевдонимом Айван. Свою музыкальную карьеру юноша начинал в студии «Семь», которая в эту пятницу отметила свое 25-летие. Об этом и других культурных событиях региона расскажет Анна Корольчук. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студия «Семь» была первой профессиональной студией звукозаписи в Гомеле. Это музыкальное формирование сразу объединило вокруг себя талантливых людей – поэтов, музыкантов, композиторов и, конечно, исполнителей. Именно из студии «Семь» вышел и рэпер Серега, с этим коллективом написал свой хит-бумер. Отсюда же родом и Максим Сопатьков. На юбилейном концерте выступили группа «Семь» и ее знаменитые выпускники. Андрей Еронин – солист легендарной группы «Песниры» и представитель «Беларуси» на «Евровидении» Александр Иванов. Завершил вечер новый проект студии. Девчонки из вокально-инструментального ансамбля «Лило». Академик Станислав Жуковский – один из выдающихся пейзажистов конца 19-го – начала 20-го века. Родом из Гродненской губернии он поступил в Московское училище, где его наставником был сам Исаак Левитан. Жуковского называют певцом русской усадьбы. При этом свои полотна он создавал на пленэрах и предпочитал писать с натуры. Вдохновленные его творчеством современные художники-передвижники из Беларуси, России, Узбекистана и Польши несколько лет ездят на международные пленэры, чтобы создать работы, посвященные памяти Жуковского. Они побывали на малой родине художника – усадьбе Журавлиное, Смоленске, Выборге, музей-усадьбе Архангельское в Московской области. Результаты пленэров можно увидеть на выставке во дворце Румянцевых и Паскевичей. Экспозицию представило объединение «Товарищество передвижных художественных выставок XXI век». Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Беседа» выступил в Гомельском городском центре культуры. Концертная программа ансамбля – это настоящий театр песни с чередованием хоровых, инструментальных и сольных номеров, каждый с рассказом о простых житейских делах, людях и их чувствах. В этом и кроется секрет успеха коллектива, который каждый раз собирает полный зал. Коллектив является лауреатом и участником многих международных фольклорных фестивалей и праздников. Кстати, в следующем году ансамблю «Беседа» исполнится 30 лет. А напоследок анонс кинопремьер следующей недели. 6 февраля в кинотеатрах региона можно увидеть потрясающую историю «Харли Квинн». Боевик «Хищные птицы» расскажет о том, как после разрыва с Джокером супергероиня собирает команду единомышленниц, чтобы спасти жизнь девочки от криминального авторитета. Семейная комедия «Игры с огнем» – это история суровой пожарной команды, которая спасла троих детей в лесном пожаре и в итоге стала няньками для непоседливых ребятишек. Самых юных зрителей ждут сразу два новых мультфильма – «Викинг Вик» и «Тролль. История с хвостом». С культурной жизнью региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». И на этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok